МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. От намерений к действию на рабочих встречах обсудили реализацию программы развития Чувашии. Мы в Кельваторном гордом строю. Ракетный катер Чувашии открыл главный военно-морской парад. Более подвижный состав Чувашии обновят троллейбусные парки Чебоксар и Новочебоксарска. Реализация инвестиционных проектов и условия стимулирования предприятий региона. Основные темы совещания, которые провел в Чебоксарах заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Сегодня они вместе с Олегом Николаевым побывали на Иларе и на одном из предприятий концерна тракторные заводы. Комплексная программа социально-экономического развития Республики на ближайшие пять лет – главная тема нескольких последних дней. Из более чем 300 проектов треть посвящена непосредственно промышленному сектору. Отобрано 34 проекта, по которым Минпромторг страны вместе с Республикой будет разрабатывать дорожные карты. Сюда попадают и Хевель, и Сейспель, и ряд других крупных производителей. У нас достаточно большая школа и достаточно серьезные компетенции. Есть большие заделы в области науки и изысканий. И, конечно же, мы готовы здесь совместно поработать и дать тот результат, который необходим прежде всего для развития Республики. Чувашия – один из центров российского машиностроения. И меры поддержки Республика должна получать в полном объеме. У нас немного таких крупных площадок, где в такой степени развито машиностроение. Мы говорим и о сельскохозяйственном машиностроении, и о строительном дорожном машиностроении, и о железнодорожном машиностроении, и о электротехническом производстве систем управления. И Чувашия в этом плане является очень важной площадкой для Министерства промышленности и торговли. Цель совещания – не только рассмотреть проекты, но и придумать новые подходы для их реализации. Например, поддерживать не все предприятие, а конкретную выпускаемую им продукцию. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Павел Иритков, Республика. Сегодня же Александр Морозов посетил концерн «Тракторные заводы». Концерн прорабатывает вопрос о расширении номенклатуры, и речь зашла о развитии производства тракторной техники малой и средней мощности. По словам генерального директора Андрея Водопьянова, у концерна есть производственные возможности, чтобы выпускать достаточное количество тракторов, и тем самым заменить устаревшие модели тракторной техники на принципиально новые. Предполагается, что эти тракторы будут отвечать современным экологическим требованиям с возможностью цифровизации, а также использования с различным навесным оборудованием. Кроме того, обсудили возможность оказания концерну дополнительных мер поддержки в виде специальных инвестиционных контрактов. Специнвест-контракт – один из сегодня главных инструментов поддержки инвестиционной активности промышленности, особенно машиностроения. Мы сегодня говорили о специнвест-контракте 2.0. Это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован в первую очередь на формирование технологических компетенций в Российской Федерации в ключевых направлениях машиностроения. Сегодня мы обсуждали подготовку к участию в конкурсе, который Министерство промышленности и торговли будет объявлять в этом году части технологии производства универсальных тракторов на цифровой платформе в мощностном ряде от 60 до 150 лошадиных сил. Учитывая существующие наработки концернов тракторных заводов, их активность, в том числе активность их иностранных партнеров, я думаю, что это будет один из фаворитов этого конкурса. Что касается дополнительных мер поддержки, то мы сегодня рассматривали большое количество мер поддержки, которые существуют, и возможность применения этих мер поддержки в отношении продукции, которые производят концерны, тракторы, заводы. Надо сказать, что по всем вопросам мы нашли решение. Я думаю, что в ближайшее время количество мер поддержки, как федеральных, так и региональных, вырастет. Ремонт водонапорных башень в муниципалитетах и весенний призыв на воинскую службу. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на еженедельном совещании республиканского правительства. Водонапорные башни на селе снабжают жителей чистой водой. Но сейчас почти половина их работает в аварийном состоянии и не справляются с нагрузкой. Министерство строительства провело инвентаризацию, отобрали 217 сооружений, которые необходимо отремонтировать. На эти цели из республиканского бюджета выделят 200 миллионов рублей. Еще 13 добавят муниципалитеты. В данный момент заявки выставлены на конкурс для определения подрядчиков. Главы администрации муниципальных образований уже все знают, все получили, все необходимые мероприятия ими осознаны. Теперь вы эту работу соответствующим образом мониторите и организовываете, а они соответственно не очень реализовываются. Нужно провести конкурсную процедуру, мы совместно с главами проработаем этот вопрос, проконтролируем. В июле завершилась призывная кампания. Всего на медкомиссии вызвали 4,5 тысячи человек. По данным республиканского военкомата, план призыва выполнен полностью. Из числа граждан, которые прошли медицинское освидетельствование, процент годности состоял 74,5%. В 2019 году этот показатель составлял 71,6%. В качественном проведении мероприятия осеннего приза мы уже начали ряд мероприятий, а именно подготовки специалистов в наших школах, автошколах ДСА. На совещании Олег Николаев поднял вопрос об экспериментальном цифровом режиме в сфере инноваций. Такую возможность дает решение о предоставлении регионам соответствующих полномочий, принятые Госдумой. Режим цифровой трансформации возможен в медицине, фармацевтике, транспорте, дистанционных и электронных образовательных технологиях, финансах, дистанционной торговле, промышленности и сельском хозяйстве. Олег Николаев поручил Министерству цифрового развития, информационной политики, массовых коммуникаций активно включиться в эксперимент. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика. Олег Николаев встретился с заместителем генерального директора Газпром Межрегионгаз Денисом Волковым. Главной темой обсуждения стала программа развития газоснабжения и газификации Чувашии на 2021-2025 годы. Проект программы развития газоснабжения и газификации региона в Рио главы Чуваши Олег Николаев обсудил еще в начале июля во время встречи в Санкт-Петербурге. Тогда стало известно, что в 2020 году на газификацию региона Газпром направит 229 миллионов рублей. Наш план развития системы газоснабжения Чувашской Республики на предстоящую пятилетку. Мы полагаем, что это будет серьезный вклад в развитие социально-экономической территории. В дальнейшем мы продолжим эту работу. В частности, Республика собирается актуализировать схему газоснабжения. Это, возможно, потом вызовет некоторые изменения этой программы. Но мы с достаточным оптимизмом смотрим на эту ситуацию и полагаем, что Республике от этого точно будет много добра. Благодаря программе газификации регионов и работе правительства Республики в Чувашии более 2000 потребителей смогут подвести газ к своим участкам. Прокладка газопровода в Заволжье один из приоритетных проектов, которые отражены в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на пять лет. В рамках реализации планируется создание и новых территорий промышленной концентрации. Это и технопарки, и агротехнопарки, и экотехнопарки. А они, в свою очередь, являются потребителями газа. Жителям Республики, несомненно, стоит ждать только, скажем так, положительных результатов, потому что вот такая активизация взаимодействия с «Газпромом» нам позволит, конечно же, с одной стороны расширить те проблемы, которые до этого были накоплены во взаимоотношениях с субъектом и «Газпромом», и урегулировать в том числе вопросы задолженности и организации газоснабжения в целом Республики. Планы у Республики масштабные. Руководители региона не исключают, что могут появиться новые объекты, не прописанные в программе. А договор с «Газпромом» позволит расширить возможности реализации инвестпроектов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Олег Николаев встретился и с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Одна из важнейших задач сегодня – проанализировать опыт работы в условиях пандемии, чтобы выстроить четкую систему реабилитации и быть готовыми к новым возможным эпидемиям. Все, что было сделано в Республике, было сделано согласно тем рекомендациям, которые прозвучали на уровне Федерации, на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. В свое время были развернуты койки, они были оснащены. То есть в этом отношении помощь, в общем-то, была оказана в полном объеме. На базе тех лечебных учреждений, которые есть, на базе тех федеральных центров, которые есть, нужно просто развивать этот потенциал еще больше, еще дальше. Обсудили и развитие реабилитационного потенциала в регионе, причем по всем направлениям. Алла Самойлова отметила, что в Чувашии есть отличные детские центры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нужно создавать такие центры и для взрослого населения. Олег Николаев подчеркнул, что развитие реабилитации позволит обеспечить качественными современными формами медицинской помощи жителей Республики и привлечь жителей других регионов. Казалось бы, на первый взгляд, абсолютно социальное направление здравоохранения может стать определенным катализатором экономического развития и повышения благосостояния населения Чувашской Республики. Олег Николаев поблагодарил Аллу Самойлову за содействие в разработке комплексной программы развития Чувашии и вручил памятную медаль к столетию образования автономной области. Аграрии Чувашии расширяют сотрудничество с Росагролизингом. Об этом стало известно в ходе встречи министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с генеральным директором Павлом Косовым. Напомним, еще в марте текущего года Росагролизинг заключил соглашение с правительством Республики. Это прежде всего повлияло на рост лизинговых закупок сельскохозяйственной техники предприятиями Чувашия. С начала года объем поставок вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От чувашских аграриев поступило 124 заявки на приобретение техники на общую сумму свыше 650 миллионов рублей. В этом году уже 29 единиц поставлено, еще 20 единиц техники на рассмотрение. Заявок становится все больше и больше. Сегодня в республике функционирует завод-поставщик, аккредитованный Росагролизинге, предприятие Сеспель. Завод производит широкую номенклатуру полуприцепов и полуприцепов цистерн. Теперь Казанский маслоэкстракционный завод обратился Росагролизинг с целью приобретения зерновозов и оборудования Сеспель. Трехсторонние соглашения о поставке техники для перевозки, маслосемян и стало итогом встречи. Мы подписали соглашение о приобретении более сотни зерновозов. Я считаю, что это очень хорошее начало, очень хороший шаг. Это первая поставка крупной техники, произведенной в России и с коэффициентом импортозамещения 95%. Поэтому, конечно, это дает рабочие места, во-первых, в России. Это создает и новый импульс развития промышленности в Чувашии. Наталья Мальчикова, Никита Углев, Республика. Правительство России выделило Чувашии 1 миллиард 172 миллиона рублей на закупку новых троллейбусов. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В ближайшее время Минтранс Чувашия начнет конкурсные процедуры на закупку троллейбусов. Часть подвижного состава будут переданы Чебоксарскому троллейбусному управлению, часть – Новочебоксарскому. 4 июля текущего года было подписано распоряжение правительства Российской Федерации о выделении субсидий на закупку троллейбусов в количестве 68 штук. Сумма субсидий составляет 1 миллиард 172 миллиона 599 тысяч. В 2020 году планируется обновление парка городского наземного электрического транспорта не менее чем на 68 троллейбусов, в том числе 16 на автономном году. В настоящее время в обоих городах чуть больше 260 единиц, но 80% из них выработали свой ресурс. За обновление парка готовы взяться соседи по Приволжскому округу. Мы приехали поближе познакомиться с руководством вашего предприятия, Министерства промышленности и заявить, что мы готовы участвовать в этом конкурсе и поставить машины в обозначенные сроки. Толлейбусы будут, если мы допустим участие аукционов, поставим троллейбусы вовремя, хорошего качества. В первую очередь обновят подвижной состав на маршрутах, которые наиболее загружены. Это 1-й, 4-й и 18-й. 12 троллейбусов на автономном ходу будут курсировать между Чебоксарами и Новочебоксарском. Есть такие троллейбусы, которые они по своему пробегу проехали 2,5 раза, как бы положено. 10 лет должны отработать, они у нас работают почти 26 лет уже. Обновление троллейбусного парка позволит транспортным предприятиям повысить качество обслуживания и в то же время сократить затраты. Кроме того, современный общественный транспорт станет доступнее для пассажиров с ограниченными возможностями. Мария Федорова, Юрий Марков, Республика. Записывать видеоинструкции, лекции, конференции преподавателей ЧГУ имени Ульянова теперь могут в интерактивной видеостудии. Интерактивных студий, аналогичных этой, в других учебных заведениях Республики пока нет. В одной из аудиторий корпуса Ж Чувашского госуниверситета ее разработали и внедрили совсем недавно. Мысль появилась, наверное, вынуждена, с одной стороны, потому что коронавирус сам какие-то внес коррективы. Во-первых. Во-вторых, мы дистанционные курсы уже начали и раньше создавать. А сейчас уже для того, чтобы более эффективно и быстрее создавать курсы, мы решили, что нужно нам создать такую разработку эту видеостудию. Если раньше на создание одного видеокурса уходило несколько недель, то в новой студии в четыре раза меньше. Все записывается в режиме реального времени и почти не требует последующего монтажа. Ну, основной целью создания данной студии является оснащение учебного процесса вот теми самыми цифровыми технологиями, о которых много сегодня говорят. Мы сделали реальный шаг, закупили оборудование, провели ремонт в данную аудиторию примерно на 3,5 миллиона рублей. И сегодня мы имеем очень современную студию, площадку для записи онлайн-курсов. Многие вещи, которые раньше требовали длительной подготовки и монтажа, теперь можно сделать одним движением руки. Большую роль играет сенсорная панель, ключевое звено в новой технологической цепи. Преподаватель может с помощью данной панели управлять показом. В частности, можно активизировать интерактивные элементы, сделать их видимыми. Сделать это можно с помощью простого касания рукой, или можно использовать специальный кликер для управления презентациями. То есть, смена слайдов возможна с помощью кликера. Также слайды можно перелистывать простым свайпом, который привычен по нашим мобильным устройствам. Видеоурок более понятен, чем чтение учебника. Он увлекает, передает эмоции преподавателя и позволяет оперативно получать обратную связь. Это очень удобно для студентов-заочников, которые не могут ежедневно присутствовать на занятиях. Также в ЧГУ будет организована еще одна студия для создания современного цифрового контента. Студия оборудована интерактивной сенсорной доской, на которой можно рисовать и стирать прямо во время записи. В ближайшее время преподаватели смогут использовать ее для проведения видеолекций и видеокурсов для своих студентов. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Детские сады в Чебоксарах пока не откроют. Работать будут только дежурные группы. По родительским чатам уже прошли сообщения, что детей будут принимать в детские сады с 27 июля или 3 августа. Но по словам начальника управления образования Дмитрия Захарова, это фальстарт. Пока нет точной даты, когда садики полностью возобновят свою работу. Сейчас в мэрии ждут документа Роспотребнадзора о выходе республики на второй этап снятия ограничений. Между тем, детские сады должны открыться всего лишь на третьем этапе. Также в управлении образования еще не определились окончательно, будут ли спрашивать детей какие-либо справки об отсутствии COVID-19. На это тоже требуется решение Роспотребнадзора. День военно-морского флота России отметили главным парадом в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 46 надводных кораблей и подводных лодок. Самым первым шел ракетный катер «Чувашия». Связано с этим городом Открывала главный военно-морской парад «Корабельная ударная группа» из состава краснознаменной ордена Нахимовой первой степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Самым первым шел наш старый знакомый гвардейский ракетный катер «Чувашия». Возглавляет парадный строй гвардейский ракетный катер «Чувашия». Проекта «Молния» из состава 1-го гвардейского дивизиона ракетных катеров. Командир корабля капитан 3-го ранга Артем Старков. Это высокоскоростной и маневренный корабль. На нем размещен ударный ракетный комплекс «Москит», который поражает надводные цели на дистанции до 150 километров. Аналогов в мире таким сверхзвуковым ракетам со сверхнизкой высотой полета нет. А свое название «Чувашия» катер получил в 2015 году по указу Верховного Главнокомандующего России. В составе гвардейского дивизиона ракетных катеров уже несут службу корабли с именами Заречный и Кузнецкий, Пензенской области, Маршанск, Тамбовской области и Димитровград, Ульяновской области, над которыми шерствуют одноименные города нашей Родины. Сегодня в эту дружную семью вливается корабль с гордым именем Чувашия. Эта традиция помогает крепить связи армии и флота с регионами России. Специально на торжественную церемонию присвоения имени ракетному катеру в Балтийск отправилась делегация Чувашия. Кроме того, на судне проходили срочную службу и восемь парней из нашей республики. А вот сторожевик Чебоксара в тот момент уже дослуживал последний год. Понадобилось еще три, чтобы доставить его в столицу Чувашия. К месту последней стоянки катер прибыл две недели назад. От Балтийска до Чебоксара ветеран пограничной службы прошел две с половиной тысячи километров, чтобы бросить якорь в Чебоксарском Порто и превратиться в музей. В столице республики прошел фестиваль Краски Чувашии. Его участники знакомятся с историей и самобытностью республики. Об итогах смотрите далее. Фестиваль Краски Чувашии уже пятый год проводится в республике. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные подделки, но и творческие номера. Языком искусства участники рассказывают о культуре, традициях, обычаях региона. В этом году конкурс прошел по семи номинациям. Даже режим самоизоляции не помешал участникам проявить свои творческие способности. Так, учитель дефектовок из детского сада номер два запустил проект «Визуальная экскурсия по городу Чебоксары». Это серия обучающих видеозаписей для детей с ограниченными возможностями, оказавшимся дома в период самоизоляции. Проект поддерживал организаторы и жюри фестиваля. Конкурсная работа прошла в номинации «Профессионального мастерства работников учреждений культуры и образования со своей стороны мне очень приятно, что мой проект, изначально создававшийся не как конкурсная работа, а как именно форма работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, получил столь высокую оценку. Я уверена, что данный опыт может пригодиться другим педагогам для поиска и нахождения оптимальных путей решения создания непрерывного образовательного и воспитательного процесса даже в условиях дистанционных форм занятий. В этом году фестиваль побил в свои же рекорды. В нем приняли участие более 9 тысяч человек. География проекта тоже масштабна. 129 населенных пунктов, лидером среди которых является столица Чувашии. Самое большое количество работ поступило в номинации «Изобразительное искусство» более 4 тысяч. На втором месте оказалось фотомастерство. Главная цель фестиваля мы считаем, что она достигнута. В каждой работе видно, как молодой человек любит свою большую и малую родину. Таким образом, в работах видно, как конкурсанты сохраняют свою традиционную народную культуру. Анастасия Миловинова, Юрий Марков, Республика. Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение. С этого дня первые рейсы вылетят из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. На первом этапе полеты будут осуществляться в Великобританию, Танзанию и Турцию. Сейчас Суперштаб работает над расширением списка стран. Ранее чиновники подчеркивали, что возобновлять пассажирские авиаперевозки Россия будет только по принципу взаимности. Напомним, правительство приостановило международные регулярные чартерные рейсы 27 марта. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы, организованные ведомствами для возвращения в страну застрявших за границей россиян. Частные рейсы и рейсы по ввозу в страну иностранных специалистов. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин